здравствуйте дорогие друзья сегодня у меня тематический ролик по поводу обрезки пеларгоний и причем обрезки любых пеларгоний будем разговаривать и королевских и зональных и стеларчиков и ключелистных в общем все какие есть природе пеларгоний посмотрите ведь приятно же видеть вот такие кустики даже если они вот такие но они уже обрастут но вот эти вот вообще хорошенькие вот еще кустик хорошенький такие свеженькие чистенькие а теперь посмотрите вот сюда шикарное цветение но кустик подкачал или вот этот или вот эти то есть они цвели активно цвели ну сейчас они уже закончили свое цветение и остались вот такие будылья кроме того были обрея грехи и в уходе лично у меня вот эти сухие листья как раз говорят о том что они у меня то пересыхали то поливались то им было жарко то им было нормально даже вот эти кустики они когда-то вернулись с рынков то есть после неудачной торговли но здесь постояли начали обрастать но вот эти листики которые были в темноте ну стояли не до при недостаточном освещении они все по отсохли а как вы уже знаете я вам говорю что я листья не обрываю вот такие я жду пока они совсем отсушатся и растение их сбросит но не то чтобы я специально жду вот так у меня получается чаще всего поэтому сейчас я вам все расскажу по порядку для начала расскажу как я подготовилась к работе вот здесь в этой бутылке у меня находится вот эта мутная жидкость это смесь топаза и командора топаз это фунгицид предотвращающий развитие мучнистой росы и прочих таких заболеваний когда холодно и сыро и командор это против всех скрытно живущих вредителей частности меня интересует белокрылка и клещ дальше я подготовила две лейки большой лейки развела раствор удобрения и потом потихоньку переливаю его в маленькую чтобы удобно было работать раствор кристаллона на сегодняшний день кристаллон голубой порошок правда он у меня уже не голубой а серый потому что от света у меня лежал в теплице он немножко потерял свет цвет но это ничего страшного это не окисление солей меди купру вот в данном препарате содержится азота 19 процентов в том числе нитратный и аммонийный также содержатся магний сера медь марганец и цинк почему у меня пал выбор именно на этот препарат потому что после обрезки мне нужно чтобы кустики хорошенько обрастали поэтому я беру для полива вот именно вот этот раствор делаю сделаю сейчас покажу вам как примерно я делаю вот у меня есть нож столовой это конечно не мерочка какая нужна но я вот на сегодняшний день делаю так вот так вот набираю вот такое количество на ноже где-то пол ножа вот такое вот количество от этих кристаллов и засыпаю их вот сюда вот в леечку еще и промазала к тому же ничего страшного и вот этим полученным раствором буду поливать растение после обрезки и так сейчас переставлю камеру и расскажу вам поподробнее как я буду делать обрезку чтобы вы по возможности как более так сказать понятно вам объясню чтобы вы по возможности перестали бояться делать обрезку пеларгоний потому что почему потому что многие пишут что как то вот страшно что там обрезать а как именно обрезать так там ничего нет страшного сейчас поясню почему и так самый сложный вариант вот мы имеем вот такое вот растение с красивыми цветами кстати сорт называется милфил джем она хорошо цветет пышные шапки цветов но в данном случае мне не нравится его размер видите молодые побеги цветущие с бутонами они вот так вот вытянулись были у меня здесь вот старые побеги вот вот такие вот старенькие они уже одревесневшие прежде всего я буду снижать его размер берем ножницы секатор все что у вас есть и мне как раз не нравится что вот эта тяжелая шапка она склоняется можно конечно и привязать палочку но я так не люблю чтобы всякие палочки подвязочки тут делать этого я ничего делать не буду я просто удалю весь этот побег в том числе он находился на старом побеге вот 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 эта вот часть старенькая она уже одревесневшая а вот этот вот весь побег он свеженький молодой если необходимо то можно взять вот отсюда взять черенки то есть при обрезке вы сразу же можете взять череночки ну во первых удаляем оба цветоноса и получаем вот такую вот красивенькую макушечку которую можно срезать и получим вот такой черенок очень даже аккуратненький всего три листочка листочки небольшие он достаточно вызревший потому что цветоносы не давали ему слишком быть травянистым вот этот черенок один дальше здесь вот осталось еще столько же то есть я еще могу вот так вот два междоузли опять же два листика оба небольшие хорошенькие короткие черешочки листиков и очень хорошенький череночек это два ну здесь поскольку листья будут вот такие если бы мне нужны были побольше черенков я бы взяла вот этот еще черенок вот так вот бы его срезала и вот такой бы черенок взяла но поскольку мне на данный момент черенков не нужно поэтому это я просто выброшу а вот это вот вам показала для примера как можно сделать срезы на черенки то есть здесь но всего сколько ну примерно 5-6 может быть сантиметров вот и садить можно в стопочку в 50 миллилитров или в 100 миллилитров стопочки с субстратом сразу садим и ничем не накрываем самое главное ничем не накрываем осталась у нас вот такая картина прежде всего я убрала эту вот дылочку длинную теперь я уберу вот эти все листочки которые некрасивые поджелтевшие подсохшие какие-то просто отберу его приберу порядок и от этого дальше будут зависеть мои дальнейшие действия буду ли я его еще как-то сильно обрезать или оставлю так сейчас я буду придавать ему такой приличный вид чтобы он выглядел вот это сортик вот это растение этот горшочек был бы симпатичным но сейчас уже картина более-менее но мне опять же не нравится вот это вот потому что она висит шапка тяжелая она отвисает и если я оставлю все так же вот это вот тоже будет шапочкой она тоже будет оттягивать поэтому здесь картина такая же этот побег развивался на одревесневшим побеги поэтому я вырежу весь одревесневший побег и останется у меня вот такая картина здесь побеги все свеженькие зелененькие вот зелененький побег и вот этот побег также на одревесневшим то есть я не буду жалеть и вырежу его тоже в итоге у меня останется вот столько но это все это молодое это молодые побеги и только в основании кустика самые пенечки остались одревесневшие не бойтесь что вот так коротко это нормально для пеларгонии это нормально тем более что сейчас день коротает день стремится быть короче уже солнечная активность уменьшается и поэтому нам не нужно чтобы дальше продолжалось цветение мы же готовимся так зиме поэтому растение если необходимо можно подсыпать здесь вот допустим маловато грунта но я подсыпать час не буду я просто его полью забыла там лейку но сейчас принесу вот в таком виде останется почему я этот срезала потому что точно так же у него здесь имеется два среза вот раньше срезала вот еще подрезку делала прищипку и вот маленький приростик если нужны черенки можно взять вот этот маленький приростик и сделать слом с пяточкой вот так просто отломить его убрать нижние листочки естественно выломать цветоносик здесь вот еще зачаток цветоносика я его тоже обломлю прям аккуратненько и все у нас останется вот такой череночек стандартного размера но чуть побольше но здесь у меня не срез а облом с пяточкой как многие но не многие а некоторые советуют и предпочитают с пяточкой вот здесь у меня срезы а вот здесь облом так еще вот здесь вот видите макушечный черенок можно тоже вполне себе взять также выламываю цветоносики здесь тоже это прирост молодой но здесь его не выломаешь не повредив нужно будет просто обрезать вот тоже прилично череночек берется и того вот так вот особенно не напрягаясь особенно не выискивая черенки у меня получилось 4 4 дублика с этого растения и осталось само растение то есть я имею возможность вывести на цветение вот этот кустик и его продать а вот эти вот 4 дублика из них можно сделать дальше маточное растение пройдет не заметите как пройдет полгода у вас опять вырастет вот такое растение которое захочет зацвести дальше так подробно вам первый раз рассказала дальше я его поставлю вот в эту плошечку и полью вот тем раствором которым я вам показала ада забыла самое главное зачем я приготовила бутылку вот эту стараюсь при опрыскивании наклонить растение вот так вот немножко и попасть именно на изнаночную сторону листа ну и немножко сверху потому что все вредители особенно белокрылка она любит селиться с той стороны с нижней вот еще такой же экземпляр бедняга это тоже милфил джем особенность вот этого сорта как вы уже заметили они дают голенастые побеги они мощные кусты дают но от этого они хорошо цветут от того что куст большой мощный есть чем вы кормить вот эти огромные соцветия поэтому сортик достойный но вот его особенность нужно учитывать что он голенастый очень вот этот вот весь побег я вырежу вот так я его вырезала почти почти вровень с прошлым обрезком с прошлым срезом видите только прошлый уже одревесневший а этот еще нет но здесь есть два вполне себе приличных листа которые я пока оставлю оставлю пока не проснуться вот здесь вот в пазухах листьев новенькие почки и вот здесь вот проснется и вот на этом одревесневшим проснется хотя здесь на самой макушечке уже проснулся побег но я его ослепляю я его немножко прищипнул самый самый верхнюю точку роста для того чтобы стимулировать пробуждение вот здесь вот каких-то почек вот и вся наука главное не бояться и обрезать ну прям пенечки оставлять потому что осенью это будет нормально это будет полезно растение сразу начинает как бы период отдыха кроме того мы же убрали вот эту вот массу а корни здесь остались такие же но мы убрали испаряющую поверхность у меня вот эти вот горшочки суховатые поэтому я поливаю если они у вас сыроватые то поливать тогда не нужно нужно именно дождаться того момента когда растение подсушится горшок растение употребит и влагу излишнюю а потом только поливать чуть-чуть естественно без фанатизма немножко снижаем обычную свою норму полива потому что для растения имеющие вот такой вот ствол и вот такие вот насосы в виде соцветий и вот для такого растения совершенно разные будут нормы полива это еще раз к вопросу о том сколько поливать когда поливать поливать нужно по мере необходимости вот этот вариант еще раз объясню вам на другом немножко примере вот этот вариант уже оброс он у меня был обрезан после того как я его вернула с рынка он там постоял в немножко в темноте немножко ему там плохо сделалось он был полуобморочном состоянии после после недостатка света я его вернула домой обрезал и поставила просто прошло некоторое время и что мы видим мы видим что здесь проснулись множество точек роста он начал активно обрастать начал формировать новые соцветия вот пошли цветочки бутончики все и один побег вот он вырывается сильно очень вперед поэтому я так не люблю вот таких выскочек я терпеть не могу поэтому всем выскочкам рубим голову и здесь вот надо вам показать вот есть побег боковой и это очень хорошо поэтому я обрезку делаю конкретно перед этим побегом то есть снимаю вот теперь у меня рост не такой сильный но в точка роста осталось конечно этот вот цветонос он не нужен он вообще голенастый такой некрасивый это прям букет можно ставить в вазу такой длинный вот здесь остался аккуратненький кустик больше с ним ничего делать не нужно ну вот я обобрала какие-то листочки здесь поврежденные некрасивые и все и больше здесь ничего делать не нужно хотя вот этот пенечек смотрите вот этот пенечку он без ничего и уже так начал смотрю что он желтеть начинает то есть растение хочет его отторгнуть самостоятельно я его просто обрезала вот вот и все и красота и уже аккуратненький кустик теперь его только опрыснуть и поставить также на поливку полью немножко вот так ребята совсем не сложно совсем не трудно эти правила действуют для всех абсолютно пиларгоний и для зональных на примере которых я показала вам и для стелларов вот это был стелларчик или стеллар даже что-то кто-то меня поправлял в общем я привыкла к слову стыла и вот такой вот это кстати или гибрид это зональная пиларгония но сорт милфил джем относится к или гибридом это гибрид между плющелистной и зональной пиларгонии и до этого я привела в порядок вот такой вот кустик королевской пиларгонии то есть любая пиларгония вот такие вот несложные приемы и обрезки ухода она выдерживает то есть они даже очень очень полезны для пиларгонии поэтому думаю основной момент я затронула почву я здесь не меняю горшочек я не меняю только полила немножечко с микроэлементами и азот и с азотом сделал раствор освещение я оставляю все то же самое пока мы будем еще стоять в теплице пока не переедем на зимнюю на зимовку но в то же время видите я уже подготавливаю растения чтобы они были более приземистые были более компактные чем были до этого и в общем то если нужно я беру уже черенки какие нужно востребованные сорта какие ненужные очеринки не буду брать пока буду оставлять их до зимнего до декабрьского или январского черенкования и вот эту работу делаем именно осенью когда холодает когда сокращается световой день и когда растение нужно ложить спать в принципе они могут самостоятельно ложиться спать вот пример вот этих вот растений как раз нам об этом и говорит они уже выдали все что можно вот они уже отцвели если их оставить вот так принципе они больше цветоносов гнать не будут они постепенно превратятся в такую палку дылду какие-то побеги здесь еще по отрастут но вот это вот все одревеснеет станет такой некрасивая и это такая картина иногда на окнах я замечаю тоже когда еду смотрю на окне стоит вот такое вот растение вот буквально с метр наверное высотой и все вот в таких вот жалких коротких побегах при ростах жалких коротких это растение она уже постарела и самостоятельно перешло в стадию покоя мне этого не нужно покой должен быть такой знаете на грани но он должен быть в молодом состоянии то есть побеги должны быть молоденькие приросты должны быть молоденькие они одревесневшие палки поэтому вот эти вот растения я тоже очень коротко обрежу вот так буквально вот вот здесь вот почка проснулась и вот здесь почка проснулась и вот в таком состоянии они у меня пойдут дальше если у них будет большое желание у этих растений чтобы обрасти и дать мне цветоносы то я буду только рада если такого желания не будет то значит они простоят до весенних денечков когда день уже прибавится и тогда они начнут расти и давать мне новенькие бутончики и тогда они уже когда примут свой хороший красивый облик пойдут на реализацию ну вот так друзья в общем то ничего сложного поэтому желаю вам успехов в обрезке и подготовке ваших пеларгоний к зимовке а сейчас пока пока увидимся в следующих видео всего доброго до свидания